Здравствуйте! Прилетают на Землю инопланетяне, чтобы внести землян в каталог разумных цивилизаций. И спрашивают, почему при изобилии Земли, воды, света многие на Земле голодают? Денег нет, им отвечают. А почему при всех ваших возможностях так много бездомных? Денег не хватает? А почему вы так свою планету загаживаете? Ну, денег нет, чтобы все сделать иначе. А почему тогда так много больных, которых можно ведь вылечить? Ну, денег мало. А что же это за ресурс такой дефицитный, который вам жить нормально всем не дает? Может вам помочь его завести с других планет, чтобы у вас было больше? И вообще, где вы его добываете? Да нет, говорят земляне, завозить не надо, мы их сами печатаем. Инопланетяне посмотрели, подумали, сели в свой звездолет и улетели навсегда. По результатам контакта они вычеркнули землян из списка разумных существ. Деньги, как железное кольцо, продетое в наши носы, мы забыли о том, что сами же их и придумали. И покорно следуем за ними. Думаю, настало время определить наши цели. И прежде всего, что всем нам нужно? Нам нужна стабильность, жизнеспособность. Ну, а потом необходимо разработать денежную систему, подходящую для достижения этих целей. Казалось бы, все просто. И причины всего того, что происходит в обществе, коренятся, конечно же, в деньгах и больше ни в чем. Можно вообще выбросить на помойку истории все философские экономические учения. Нас ничего не спасет. И ничего нам не поможет, пока существующая денежная система будет действовать. И никакие большие перезагрузки, никакой инклюзивный капитализм и борьба за экологию и Грета Тунберг не спасут человечество. Пока будут существовать деньги, а также банки и центробанки с их учетными ставками и прочими уловками, позволяющими менять самого человека, его природу без всякой генной модификации и превращая его в стяжателей раба денег. А любые проблемы и дальше будут объясняться нехваткой денег, экономическими циклами и прочей околонаучной демагогией. Сегодня мы поговорим о том, как возможно избежать разрастающихся алчности и нищеты, и в чем основной недостаток современной денежной системы. Но сначала небольшая реклама от партнера моего канала, криптовалютной биржи AAX. Итак, биржа AAX, работающая на биржевом движке LSEG, это London Stock Exchange Group, на том же движке, на котором работает лондонская фондовая биржа, и которая недавно исполнился год, постоянно добавляет новые сервисы. И в прошлом видео я вам рассказывал о сервисе депозитор на бирже. Биржа AAX предлагает свои сберегательные продукты, то есть пока вы не торгуете и криптовалюты можно держать на сберегательном счете со ставкой доходностью 6% годовых и с поминутным накоплением. Ставка начисляется раз в сутки и нет никаких заморозок средств. Пользователь может в любой момент вывести средства без потери процентов. И вот в честь успеха RIF Finance, а RIF это проект Define, который несет явную пользу, ввиду того, что он построен на полка DOT и позволяет переводить криптовалюты между блокчейнами эфира, полка DOT, Binance, Cosmos и Avalanche. Практически без комиссий. В общем, очень многообещающий проект. Так вот, в честь успеха RIF в этом году криптобиржа AAX дарит токены RIF на сумму 50 тысяч USDT. Биржа AAX знает, что многие из вас любят HODL, поэтому на бирже организовали два мероприятия и разделили призовой фонд поровну. Первое – это бонус за пополнение RIF. Второе – это торговый конкурс RIF. Как работает бонус за пополнение? Вы вносите депозит в размере 100 RIF с другой биржи или же с кошелька, держите или торгуете своим RIF в течение всего периода компании или за дополнительные призы принимаете участие в конкурсе по торговле RIF. Каждый депозит в размере 100 RIF вознаграждается еще 10 RIF. Причем 100 RIF – это всего лишь 3 доллара. Ну, не так много. Далее вы можете пригласить своих друзей, внести депозит 100 RIF и получить дополнительные 5 RIF в качестве реферального бонуса за каждого человека, которого вы пригласите. Призы будут вручены в течение двух недель после окончания срока регистрации. А это 11 апреля. То есть время еще есть. И второе – это торговый конкурс. Продолжительность конкурса также до 11 апреля. Торгуйте RIF на бирже AX, чтобы выиграть часть призов в 25 тысяч долларов. Регистрируйтесь на бирже AX и читайте условия конкурса. А мы продолжим разбирать самый большой обман в истории человечества, без понимания которого совершенно бессмысленно заниматься экономикой, финансами или планировать свое будущее. Обязательно надо учитывать этот фактор. Потому что учебники по экономике заявляют, что люди и корпорации ведут конкурентную борьбу за рынки и за ресурсы. Но в реальности они ведь сражаются друг с другом только ради денег. А рынки и ресурсы – это лишь орудие этой борьбы. Поэтому денежная система, существующая в нынешнем виде, должна быть уничтожена. Только внедрение новой денежной системы поможет перенаправить большую часть людских усилий на достижение иных правильных целей. Нам подменили понятие о нормальном сосуществовании людей. В первобытном обществе выживание человека не могло быть возможным, если бы тогда были деньги и работала конкуренция. Первобытные люди выживали только благодаря альтруизму, который изначально присущ человеку и является его естественным свойством. Более того, склонность к алчности и конкуренции отнюдь не присуща человеку. Это как раз прямой результат действия нашей денежной системы. Это постоянно рождающаяся и ширящаяся алчность и страх нищеты. Например, можно привезти столько продовольствия, чтобы накормить всех голодных, да и работы в мире сколько угодно. Но нам явно не хватит денег, чтобы за все это заплатить. Дефицит заложен в наших национальных валютах. Фактически работа центральных банков сводится к тому, чтобы создавать и поддерживать этот денежный дефицит. А в результате мы вынуждены вести войну за выживание. Деньги возникают в момент, когда банки нам их сужают. Помните эту знаменитую фразу, когда Джей Пи Морган, это было 18 декабря 2012 года, Морган самый влиятельный американский финансист и банкир своего времени. Так вот тогда он был вызван для дачи показаний перед Конгрессом. И конгрессмен Унтер Майер задал Джей Пи Моргану вопрос. Управление кредитом подразумевает управление деньгами? Не так ли? Морган тогда ответил. Управление кредитом? Нет. Тогда Унтер Майер спросил. Но банковское дело основано на кредите? Правда ведь? Морган ответил. Не всегда. Кредит является свидетельством банковского дела. Но кредит не является деньгами. Деньги это золото и ничто другое. Но мы почему-то об этом уже не помним. Для нас деньги это доллары, фунты, рубли и другие фиатные валюты. Когда банк предоставляет вам кредит в размере 100 тысяч долларов, таким образом он создает лишь основной капитал, который вы тратите и который участвует в экономическом кругообороте. Банк рассчитывает, что через 20 лет вы вернете ему 200 тысяч. Однако откуда возьмутся эти лишние 100 тысяч? То есть проценты. Банк их не создает. Он просто отправляет вас в этот суровый мир, где вы ведете борьбу с окружающими вас людьми, чтобы вырвать у них эти лишние 100 тысяч и принести их банку. То есть вы ведете прямую конкуренцию с такими же, как вы, заемщиками не на жизнь, а на смерть. Кто-то из всех этих заемщиков не сможет найти денег, которые не производит банк. А кто-то это ровно половина. Значит, одним приходится проигрывать, чтобы выигрывали другие. Одни не выполняют своих обязательств перед банком, чтобы у других нашлись деньги для выплаты этого долга. Все банки поступают именно таким образом, выпуская деньги в обращение. Именно поэтому так важны решения центральных банков, такие как, например, Федеральный резервный банк США. Ведь повышение процентных ставок автоматически увеличивает долю неизбежных банкротств. Так что, когда банк проверяет вашу кредитоспособность, на самом деле, в реальности он выясняет, способны ли вы вести конкурентную борьбу и победить, другими словами, обанкротить ваших соперников. То есть, способны ли вы принести те самые лишние 100 тысяч долларов, которые никто и никогда не создавал. Проиграв эту игру, вы теряете дом или чем там вы еще обеспечили ваш кредит. А ведь даже по первой инструкции центробанка залог принимается за часть стоимости. То есть, если вы даете банку залог за кредит вашу квартиру, которая, к примеру, стоит 200 тысяч долларов, то банк принимает ее только за 100 тысяч долларов. И когда вы не в состоянии вернуть ваш кредит, банк становится собственником вашей недвижимости за полцены. И, конечно, все это влияет на уровень безработицы прямым образом. Безусловно, это важнейший фактор, но есть еще один момент. Информационные технологии в большей степени позволяют добиваться хорошего экономического роста, не повышая уровень занятости. Сейчас мы видим, что при президенте Трампе один из последних периодов процветания США, который сопровождался ростом занятости. В книге Джереми Ривкина «Конец работы», которая была издана еще в 1995 году, то есть 26 лет назад, автор говорит, отныне рабочих мест не будет даже в хорошие времена. Согласно исследованию, проведенному Женевской Международной Федерацией Металлообработки в 2005 году, в течение ближайших 30 лет 2-3% человечества будет в состоянии производить все, в чем нуждается остальная часть планеты. Даже если таких занятых окажется в 10 раз больше, все равно остается вопрос, а что делать с оставшимися 80% человечества, которые в сущности останутся без работы? Бернар Льетер, который 5 лет проработал в Центральном банке Бельгии, где трудился над разработкой и внедрением единой европейской валютной системы, еще 25 лет назад предсказал, что в 21 веке важнейшим инструментом, определяющим социальную структуру, окажутся местные валюты, хотя бы по причине их связи с занятостью. Он говорил, что эти местные валюты не заменят национальные валюты, и поэтому называл такие деньги дополнительными. Со слов Бернара Льетера, национальная валюта, порождающая конкуренцию, по-прежнему будет играть роль на глобальном конкурентном рынке. Однако те самые дополнительные местные деньги куда лучше годятся для развития местной кооперативной экономики. Такая местная экономика создает рабочие места, которым не будет грозить исчезновение. Например, во Франции существует 300 местных платежных сетей, которые называются Grandesel, буквально крупица соли. Эти сети появились тогда, когда уровень безработицы приблизился к 12%. Они позволяют проводить какие угодно платежи от арендной платы до покупки сельхозпродукции, но помимо этого есть кое-что еще. Каждые две недели в Арьеже, в юго-западной Франции, проводится большая ярмарка. Люди приезжают туда не только для того, чтобы торговать сырами, фруктами или пирожными, как в обычные ярмарочные дни, но и для того, чтобы поставить, например, пломбу, постричься, поплавать под парусом или взять урок английского языка. И в оплату там принимаются только местные деньги. Никакие евро там не идут. Местная валюта создает работу, и здесь важно проводить различия между работой и занятостью. У нас часто любят говорить о занятости, но занятость – это зарабатывание средств к существованию. А работа – это то, что вам нравится делать. Вот именно занятость постепенно отмирает и скоро отомрет полностью. Но в мире имеются почти бесконечные резервы самой захватывающей и интересной работы. Например, во Франции есть люди, готовые дать урок игры на гитаре, желающие обучаться немецкому. Но ни тот, ни другой не готов платить евро. Местная валюта хороша тем, что когда люди создают свою собственную денежную систему, они не обязаны встраивать в нее фактор дефицита. Это важно. Кроме того, им не нужно доставать откуда-то деньги, чтобы обменяться чем-нибудь с соседом. Ну, классический пример – это время доллары, так называемые. Как только двое людей заключает соглашение об обмене с помощью время долларов, они в буквальном смысле создают деньги, необходимые для этой операции. А вот дефицита денег при этом никак не возникает. Это все не значит, что таких денег существует бесконечно много. Вы не можете отдать кому-то 500 тысяч часов, потому что таким временем не располагает никто. Так что здесь есть свой потолок, но нет искусственно созданного дефицита. Вместо того, чтобы сталкивать людей друг с другом, эта система, наоборот, помогает им сотрудничать. Помните, в известном фильме «Время» как раз показана изнанка этой валюты. Это совершенно невозможная фантастическая ситуация, чтобы кто-то смог собрать время у других людей. На рынке не может внезапно появиться какой-нибудь, скажем там, условный Рокфеллер, который придет и скажет, «У меня есть миллион часов, и если вам не хватает времени, то вы можете взять у меня его в долг под проценты». Такого быть не может, столько не живут. Дефицит не должен быть руководящим принципом экономической системы, как это происходит сейчас. Экономисты самых высоких трибун уверяют нас, что дефицит является абсолютно фундаментальным фактором экономики. Особенно в мире с ограниченными ресурсами. И речь во всех экономических теориях устойчивого развития и счастливого будущего всегда идет о каких-то инвестициях. Без инвестиций в дефицитной экономике не будет никакого светлого будущего. Вот у нас в стране все плохо, там не хватает дорог, школ, больниц. И это происходит все потому, что нет денег. То есть в стране есть рабочие, инженеры, щебень, арматура, песок, битум и все то, из чего строят дороги, включая дорожную технику, бульдозеры, самосвалы, КАМАЗ. Все это производится внутри страны. И все это в избытке имеется на рынке. КАМАЗы тысячами стоят на площадках завода и дилеров. Трактора, грейдеры, бульдозеры в полном излишке. Но их мало кто покупает, потому что нет денег. И рабочие без работы, потому что нет денег заплатить им зарплату. И вот все ждут инвесторов, которые придут и дадут денег на покупку КАМАЗов, техники, на зарплату рабочим. И тогда и только тогда все закрутится и дорога начнет строиться. Ну, полнейший же абсурд и фантасмагория из голливудского фантастического фильма, который называется «Время». Кстати, посмотрите его еще раз. Деньги, в первую очередь, это не механизм обмена или средство накопления. Это продукт и феномен коллективной психологии. Ключевой концепцией процветания является понятие об архетипе, который может быть описан как эмоциональное поле, мобилизующее людей, отдельных или коллективы людей, на движение в конкретном направлении. Если подавляется конкретный архетип, то возникают тени двух типов, являющихся взаимно противоположными. Например, если подавляется мое высшее «я», соответствующее архетипу короля или королевы, я буду вести себя либо как тиран, либо как размазня. Две эти тени связывают друг с другом страх. Тиран ведет себя тиранически, потому что боится показаться размазней. А размазня, в свою очередь, боится выглядеть тираном. Архетип короля может воплотиться лишь в том, кто не боится ни той, ни другой тени. Это вечная борьба жадности и страха, который и управляет рынками в эпоху рыночной экономики, основанной на дефиците денег. Теперь приложим эту схему к хорошо известному и доказанному феномену подавления архетипа Великой Матери. Этот архетип имел большое значение в западном мире еще на заре человечества и сохранялся в течение до индоевропейского периода и до сих пор остается значимым во многих традиционных культурах. Он сурово подавлялся на западе в течение по меньшей мере 5000 лет с момента индоевропейских вторжений и до викторианской эпохи, чему способствовала религия, нетерпимая к богине-матери. Кульминацией этих гонений стали три века охоты на ведьм, длившиеся вплоть до викторианской эпохи. Подавление этого архетипа, осуществляемое в таких масштабах и в течение столь долгого времени неизбежно наложило заметный отпечаток на все общество. После 5000 лет люди начинают считать нормой, соответствующей архетипу теневое поведение, то есть противоположное. Что представляют собой тени или антагонисты архетипа Великой Матери? Все очень просто. Эти тени – это алчность и страх перед дефицитом, перед тем, что что-то закончится и этого не хватит. Поэтому не стоит удивляться, что в викторианскую эпоху, когда подавление этого архетипа достигло зенита, шотландский учитель по имени Адам Смит, который многие современные экономисты считают богом экономики и родоначальником политэкономии, подметив массовую алчность и страх перед дефицитом, предположил, что это в принципе свойственно всем цивилизованным обществам. Смит, как вы знаете, создал современную экономическую науку, которую можно определить как способ распределения дефицитных ресурсов под воздействием индивидуальной и личной жадности или алчности. В принципе, вы можете забыть вообще все, чему вас учили в экономических вузах. Вся эта экономическая теория работает над темой, заданной простым школьным учителем Адамом Смитом, который писал о распределении дефицитных ресурсов под воздействием личной алчности человека. Это именно он создал современную экономическую науку, скрестив математику с человеческими пороками и признал эти пороки обычным нормальным явлением. Но если алчность и дефицит – это противоположность архетипа Великой Матери, то что он представляет собой в экономическом смысле? Вначале проведем четкую грань между богиней, представляющей все аспекты божественного, и Великой Матерью, которая символизирует конкретно планету Земля, ну там ее природу, плодородие и поток изобилия во всех сферах жизни и человеческой деятельности. Тот, кто правильно воспринимает архетип Великой Матери, доверяет изобилию Вселенной. Вселенная изобильна, всего достаточно. В мире всего достаточно, нет никаких дефицитов, Земля может дать и еду, и кровь любому человеку, множеству людей. А вот необходимость в солидном банковском счете появляется лишь при нехватке доверия. Тот самый первый человек, кто скопил массу благ из-за неуверенности в завтрашнем дне, автоматически был принужден защищать свои богатства от других завистливых или нуждающихся. Если общество боится дефицита, оно на самом деле обратится в среду, где этот самый страх перед дефицитом будет обоснован. Да, перед нами классическое самоисполняющееся пророчество. Чего больше всего боимся, то и приходит. Кроме того, мы долго жили в убеждении, что дефицит необходим для создания ценностей. И хотя в некоторых сферах материального производства это верно, то люди распространили этот принцип и на другие области, где он оказался совершенно непригодным. Например, ничто не препятствует свободному распространению информации. Издержки производства информации сегодня практически равны нулю. Тем не менее, мы изобретаем авторские права, патенты, чтобы информация оставалась недоступной, то есть в дефиците. Итак, страх перед дефицитом порождает алчность и накопительство. А те, в свою очередь, порождают тот самый пугающий дефицит. В то же время культуры, в которых воплощен архетип Великой Матери, основаны на изобилии и щедрости. Нет никаких дефицитов. Они придуманы. Именно на этих идеях основано определение коммуны. Только не надо сейчас тут говорить мне о коммунизме. Слово коммуна восходит к латинскому munus, что значит дар, и cum, что значит вместе, друг с другом. Следовательно, коммуна это фактически означает делиться друг с другом. Поэтому коммуна это группа людей, которые рады моим дарам и относятся к ним с уважением. И от которых я вправе ожидать ответных даров. И местная валюта, отличная от валют центральных банков, которая по сути является кредитом, может содействовать этому обмену дарами. Большинство известных нам местных денежных систем было введено, чтобы создавать рабочие места. Но все больше и больше людей обращается к идее местных денег именно ради создания коммуны. Например, было бы глупо, если бы я увидел, что у соседа есть, например, много груш. И сказал бы ему, подошел бы и сказал, слушай, я вижу, у тебя там уродилось много груш, можно я их там пособираю? Ну, это как-то слишком нагло. У меня возникает чувство, что в принципе я должен что-то предложить взамен. Но если у меня есть только дефицитные доллары, то я с тем же успехом пойду в супермаркет и куплю груши и все, что мне нужно там в супермаркете. А груши моего соседа так и останутся висеть на дереве, пока они сами не упадут и не сгниют в траве. А где-то в то же время голодают люди, поскольку у них нет денег на еду, но вокруг гниют продукты, поскольку их никто не покупает. А в США вообще 45% продуктов выбрасывается на помойку. В таком случае, если ни у меня, ни у соседа нет долларов, но я обладаю местной валютой, то недостатка в средстве обмена у нас не ощущается. И покупка груш станет причиной сотрудничества моей с соседом. Такие эксперименты уже проводятся кое-где в США. Например, в таком парке, это штат Мэриленд, Олаф Эдсберг завел местные деньги, чтобы создать средства для подобных обменов в рамках своей коммуны. И все участники коммуны свидетельствуют, что это все работает, именно так все и происходит. Но помогут ли местные деньги удовлетворить основным потребностям людей в пище или жилье? Или все же эти сферы останутся частью конкурентной экономики? Множество людей любит садоводство, но садоводство не может стать основным средством существования в мире конкуренции. Допустим, если у садовника нет работы и у меня нет работы, то в условиях обычной экономики мы оба можем умереть от голода. Однако при наличии дополнительной валюты, он может выращивать для меня салат, который я могу оплатить местными деньгами, полученными за какую-нибудь услугу, оказанную мной кому-то еще. Еще один опыт в Итаке, в США. На фермерском рынке принимается к оплате часы. Опять мы возвращаемся к время доллара. То есть фермеры используют местные деньги, чтобы нанять кого-то, помочь собрать урожай или что-нибудь починить. И некоторые землевладельцы принимают часы в качестве арендной платы, особенно если у них нет закладной, по которой нужно платить в банк дефицитными долларами. Когда у вас есть местные деньги, то тут же становится ясно, что местное, а что не местное. В каком-нибудь Волмарте принимаются только доллары, потому что поставщики их товаров находятся где-нибудь в Сингапуре, в Гонконге, в Китае или в Канзас-Сити. Однако в местном супермаркете Итаки принимаются не только доллары, но и часы, время доллары. То есть, пользуясь местной валютой, вы поощряете местное самообеспечение. Кроме того, местная валюта отчасти смягчает для коммуны последствия подъемов или спадов глобальной экономики. Нас совершенно не волнуют курсы иностранных и отечественных валют на бирже. Возникает вопрос, а зачем местным коммунам вообще изолироваться от мира? Во-первых, современные официальные денежные системы не имеют почти никакого отношения к реальной экономике. Я говорю почти. Например, по статистике, ежедневно на глобальном уровне обмениваются валюты на 20 триллионов долларов. Это в 30 раз больше, чем дневной валовый внутренний продукт ВВП всех развитых стран вместе взятых. Годовой ВВП США оборачивается на рынке за 3 дня. Лишь 2-3% от этой суммы реально связаны с торговлей и инвестициями. Остальное же представляет собой спекулятивное глобальное кибер-казино. Следовательно, реальная экономика сводится к глазури на пироге спекуляций. А ведь еще 40 лет назад все было в точности наоборот. Львиная доля денег обслуживала реальную экономику. А биржевые спекуляции занимали только 2-3% оборота всех денег на планете Земля. За последние 50 лет власть перешла из рук национальных правительств к финансовым рынкам. Когда правительство делает что-то, что не по вкусу финансовым рынкам, ну там как англичане в 91-м, французы в 94-м или мексиканцы в 95-м году, никто не садится с ними за круглый стол и не говорит, слушайте, вам не следовало это делать, вам нужно было бы поступить вот так и так, но по-другому. Все происходит гораздо проще. Просто какая-то конкретная валюта падает в цене. Таким образом, несколько сотен человек, которых никто не выбирал и которые не несут ровно никакой коллективной ответственности, в принципе определяют все курсы национальных валют в мире и даже величину ваших собственных пенсионных накоплений, которые по их желанию могут уменьшиться, ну например, в 10 раз за один день. Почему нет? Недавно мы с вами наблюдали, что вот курс турецкой лиры упал на четверть. Вот скажите, а что случилось? Турецкие товары в одну неделю стали на 25% менее качественными? Или может быть турецкие рабочие согласились на меньшие зарплаты? То есть срочно все 80 миллионов человек добровольно захотели снизить себе зарплату на четверть, пришли и написали коллективную петицию? Конечно нет. Просто президент страны принял решение убрать с поста председателя Центробанка Турции ставленника мировых банкиров и посадить в это кресло человека, которому он лично доверяет. И кто-то сверху дал команду устроить атаку на турецкую лиру на денежных рынках. Бирже Эрдогану не подчиняется, как мы понимаем. И безусловно, крах этой системы предрешен. И вероятность такого краха в ближайший год или два приближается к 100%. Многие люди вообще утверждают, что крах неизбежен и произойдет он гораздо раньше, чем через год-два-три. А вот прям через месяц или через два уже вот-вот будет крах. Между прочим, Джордж Сорос, наживший свое состояние на валютных спекуляциях, заявил, что нестабильность порождает дальнейшую нестабильность. Поэтому неизбежный крах системы свободного обмена по плавающему курсу практически гарантирован. А Джорджу Соросу можно верить. Он точно знает, как устроить кризис вручную в одной отдельно взятой стране. А вот Джоул Курцман, бывший редактор Гарвард Бизнес Ревью, свою книгу назвал «Смерть денег». Он предсказывает неизбежный крах вследствие спекулятивной игры и горячки. Как это может произойти? Резервные запасы всех центральных банков развитых стран мира составляют в сумме не более 2 триллионов долларов. Если в кризисной ситуации все центробанки договорятся работать совместно, а они никогда на это не договорятся, И даже если они используют все свои резервы сразу, а этого тоже никогда не случится, то средств им хватит всего лишь для контроля за половиной ежедневного нормального оборота. В день кризиса этот оборот может вырасти вдвое и втрое, а общих запасов всех центральных банков тогда хватит только на 2 или 3 часа. Вот так будет выглядеть кризис. Если это случится, мы неожиданно окажемся в совершенно ином мире. В 1929 году фондовый рынок рухнул, но золотой стандарт устоял, денежная система в принципе устояла. Но здесь же мы имеем дело с куда более масштабным процессом. Единственная известная история и прецедент – это гибель Римской империи, вместе с которой погибли римские деньги. Причем в ту эпоху крах распространился по всей империи примерно за полтора века. Теперь же на это хватит нескольких часов, времена другие. И только независимые местные деньги могут несколько смягчить последствия обвала валют или другого международного краха. Только местные или независимые деньги способствуют выживаемости человечества. Чтобы понять это, нужно разобраться во взаимосвязи между процентами по займам и планировании будущего. Если, например, спрошу кого-нибудь из вас, а вы хотите 1000 долларов, вот я вам дам 1000 долларов, но вы можете их взять сейчас или через год. И, конечно, естественно, большинство людей предпочтет получить деньги сейчас. Просто потому, что их можно без всякого риска положить на банковский счет и через год получить условно 1100 долларов. Вот просто для наглядности мы примем, что годовая ставка депозитором на 10%, хотя сейчас это не так. Я вот понимаю, что на самом деле она не равна 10%, но существует, например, рынок облигаций, корпоративных, государственных, а также акции, ну и в конце концов, крипторынок и даже депозиты на криптобиржи. Так вот, вернемся к моему предложению. Допустим, я предлагаю вам дать 1000 долларов и даю выбор их взять сейчас или через год. И вы выбираете получить их сейчас. Поскольку, если я вам предложу получить 1000 долларов через год, то это равнозначно тому, как если бы я предложил вам не 1000, а 900 долларов сейчас. Понимаете? Такие расчеты в экономике называются приведенным потоком денежных средств. Это значит, что при нашей нынешней системе выгоднее рубить деревья и класть деньги в банк. Деньги в банке растут быстрее, чем деревья в природе. Понимаете всю математику этого процесса? Дерево будет расти 70 лет перед тем, как можно его будет срубить и продать доски или мебель, которая из него сделана. С положительной ставкой по депозиту скоро на земле не останется ни одного дерева. Вы же знаете, что происходит с лесами. В море не останется ни одной рыбы. В шахтах не останется ископаемых. И не потому, что люди такие злостные, разрушители планеты. Разрушительной является сама финансовая система, основанная на том положении, что деньги это кредит и деньги всегда в дефиците. Людям выгодно экономить деньги, строя, например, плохо утепленные дома, потому что приведенная стоимость лишних затрат на отопление за время жизни дома будет меньше затрат на утепление этого дома здесь и сейчас. Теперь понимаете, какие проблемы климата и катастрофической вырубки лесов в мировом масштабе связаны с дефицитом денег. Нынешняя финансовая система – это вообще приговор планете. Это приговор человечеству. Это ни больше, ни меньше. Без преувеличения. И для того, чтобы спасти планету, надо не население сокращать и вводить там какие-то углеродные налоги, а менять финансовую систему. Мы можем построить такую денежную систему, которая работает в точности наоборот и поощряет долговременное планирование при помощи так называемого штрафа за простой. Это отрицательная ставка. Вообще, эту концепцию разработал Сильвио Гизель около 100 лет назад. Йохан Сильвио Гизель – это немецкий финансовый теоретик и общественный реформатор, автор теории свободной экономики. Он тогда исходил из того, что деньги – это общественное достояние, подобно телефону или автобусам, и поэтому следует ввести небольшую плату за их использование. Иными словами, мы устанавливаем отрицательную, а не положительную процентную ставку. Что это дает? Если я вручу вам 1000 долларов в банкнотах и скажу, что через месяц вы должны заплатить 1 доллар, чтобы эти деньги сохранили свою платежеспособность, то как вы поступите? Большинство постарается вложить эти 1000 долларов во что-нибудь еще, но не в банк с отрицательной ставкой и платой за депозит. У американцев есть такая известная поговорка «Деньги как навоз. От них польза лишь тогда, когда их раскидывают». По Гезелю деньги стали бы лишь средством обмена, но не накопления. Такая система создает рабочие места, так как поощряет денежный оборот и разрушает систему краткосрочных стимулов. Теперь вместо того, чтобы рубить деревья и класть деньги в банк, вы будете вкладывать деньги в покупку лесов, ростков, позаботьтесь об утеплении для своего дома и будете ждать, пока лес вырастет 70 лет. Есть ли прецеденты применения этой системы? Науке широко известны только три примера. Это Древний Египет, примерно три века во время европейского средневековья и несколько лет в 1930-е годы. В Древнем Египте, засыпав в амбар зерно, вы получали жетон, который можно было обменивать, и потому он был неким видом денег. Но, придя через год с 10 жетонами, вы получали зерна лишь на 9 жетонов, потому что, во-первых, зерно подвержено порче, во-вторых, его едят мыши и крысы, ну и сторожам при амбаре нужно что-то платить. Фактически это равнозначно штрафу за простой. Египет был житницей для всего Древнего мира. Почему? Потому что никто не держал сбережений в деньгах. Все вкладывали в производственные активы, которые обладали неприходящей ценностью. Например, в мелиорацию земель, виригационные системы. Несложно доказать, что это изобилие было связано с денежной системой. Ведь когда римляне заменили египетский зерновой стандарт собственными римскими деньгами с положительной ставкой процента, то все в Египте моментально закончилось. Египет перестал быть житницей и превратился сразу в развивающую страну, как его сегодня называют. В средневековой Европе примерно в 10-13 веках местные феодалы выпускали свои деньги и время от времени изымали их, перечеканивая и одновременно взымая налоги. Это опять же была своего рода плата за использование денег, благодаря чему деньги становились неудобным средством накопления. И итогом стал расцвет культуры и всеобщего благосостояния, совпадающий именно с тем периодом, когда употреблялась местная валюта, которую чеканили феодалы. Практически в это время были построены все соборы Европы. Соборы были отличным капиталовложением. Это было особенно актуально для маленького города. Во-первых, потому что оно давало работу нескольким поколениям строителей. Его не строили за год. Но не только из-за этого. Помимо очевидных символической и религиозной ролей, никто и не отрицает, которые нельзя умолять, следует помнить, что соборы выполняли важную экономическую функцию. Они привлекали паломников, которые с деловой точки зрения были аналогичны современным туристам. Соборы строились так, чтобы они стояли вечно и обеспечивали постоянный приток денег в общину этого города. Таким образом, можно было обеспечить изобилие для себя и своих наследников в течение 13 поколений. Причем эта система работает и по сей день. Например, в Шартре большую часть городского дохода до сих пор обеспечивают туристы, которые в свою очередь приезжают что сделать? Посмотреть на собор, который был построен 800 лет назад. Именно с такой целью. Когда изобретение пороха в начале 14 века позволило королям централизовать власть, они первым делом монополизировали денежную систему. И что в результате? С тех пор больше не построено ни одного собора. Люди в 14-15 веках оставались столь же глубоко верующими христианами, но экономический стимул для долговременных коллективных инвестиций у них исчез. Я привел соборы лишь в качестве примера. Из финансовых документов 12 века видно, что мельницы и другие производственные активы в поместьях содержались исключительно аккуратно. Детали заменялись еще до того, как они износятся. И в ходе недавних исследований выяснилось, что качество жизни простого труженька в Европе достигло своего максимума в 12-13 веках. Возможно, даже превышая современный уровень. Когда нельзя делать накопления в виде денег, вы вкладываете их во что-то, что принесет вам пользу в будущем. Поэтому такая денежная система привела к поразительному экономическому подъему. А с чем сейчас борется Центробанк? Что он делает? Какая его основная главная задача по уставу? Трагетирование инфляции. Не дай бог, чтобы инфляция не вышла за рамки. Понимаете, да? В общем, в описанный период в Европе господствовало крестьянство, и в эту эпоху был весьма распространен очень интересный религиозный символ. Это знаменитая Черная Мадонна. В X-XIII веках были созданы сотни таких извояний, которые фактически представляли собой изображение Исиды с младенцем гором на коленях. Это заимствование из египетского наследия произошло во время первых крестовых походов. Специальная вертикальная опора Исиды называлась кафедра. Отсюда происходит и английская кафедрал, собор. И что интересно, эта опора служила символом Исиды еще в древнем Египте. Статуи Черной Мадонны в Средневековье назывались также Альма-Матер, буквально щедрая мать. Ну, теперь это наименование до сих пор употребляется для обозначения родного университета. Итак, Черные Мадонны были прямым воплощением образа Великой Матери в одной из его самых древних форм. Они символизировали рождение и плодовитость, земное изобилие. И до того, как патриархальные общества отделили дух от материи, они представляли собой выражение духа, воплощенного в материи. Итак, налицо прямая связь архетипов между двумя цивилизациями Древним Египтом и Европой 10-13 веков, которые спонтанно изобрели денежную систему со штрафом за простой, тем самым создав необычайно высокий уровень изобилия для простого народа. Такие денежные системы точно совпадают по времени с почитанием этого архетипа. Величайшие проблемы, которые сейчас стоят перед человечеством, вопрос выживаемости, а также неравенства и процессы распада в обществе, которые порождают напряжение, вызывают насилие и войны. Мы можем решить все эти проблемы при помощи только единственного инструмента, сознательно создавая денежные системы, которые способствуют сплоченности и жизнеспособности. Теперь хочу перейти к теме криптовалют и будущей денежной системы. Многие считают, что биткоин будет спасением для человечества, то есть самой справедливой валютой будущего, которая поможет человечеству сохранить землю для будущих поколений и войти в незримую эпоху процветания. Но это и так и не так одновременно. Дело в том, что биткоин самым деньгам с заложенным алгоритмом дефицита, учитывая его дефляционную модель и ограниченность эмиссии. Но он эксплуатирует те же пороки человека, что и обычные деньги. Алчность, дефицит денег и несправедливое неравномерное распределение. Но задача, которую он выполняет, это разрушение существующей финансовой системы. Биткоин полностью ликвидирует способность банкиров заниматься своим любимым телом эмиссии мошеннических денег, устранив главный инструмент их власти создавать дефицит денег и обогащаться за счет остального человечества. Они никак не смогут контролировать эмиссию децентрализованного биткоина. И кажущаяся иллюзия контроля за владельцами кошельков биткоина скоро закончится. Биткоин плавно и вкратчиво и медленно просачивается во все сферы деятельности человека, давая банкирам чувствовать свою силу и возможность деанонимизации владельцев биткоина. Но в самом протоколе биткоина уже давно сделана и готова к внедрению функции запутывания выводов транзакций. В один прекрасный момент, когда биткоин впитает в себя львиную долю мошенничеств фиадных денег. На официальный клиент биткоин корр придет обновление, которое будет осуществлять микширование всех операций в каждом блоке. И раз в 10 минут все следящие протоколы типа чейнелис и прочих будут получать груду запутанной информации с одинаковыми по размеру транзакциями по одной тысячной или миллионной доли биткоина, которые будут разбиваться и соединяться на тысячах адресов, запутывая все алгоритмы, не давая вообще никаких шансов распутать этот клубок и понять кто именно и кому перевел биткоины. Функция транзакций через тор будет включена по умолчанию в этом релизе, а динамически изменяющиеся адреса нодс ведут с ума даже квантовый компьютер. Но это случится, когда это будет необходимо. Биткоин с открытым блокчейном станет совершенно нечитаем и непригоден для какого-либо анализа из слежки. Настоящие размеры и временные адреса транзакций будут видны только получателю и отправителю в их зашифрованных кошельках. Третьи лица никакими средствами не смогут идентифицировать ни получателей, ни сумму транзакций, хотя все транзакции будут открыты в блокчейне. Каждый блок будет для них одной сплошной транзакцией с одинаковыми суммами выводов. После этого на фиатной системе можно будет ставить крест. Равно как и на слежки и идентификации владельцев криптовалют. Но это все еще в будущем, возможно в недалеком. А пока на наших глазах прямо сейчас разыгрываются драматические события потери власти, управляемости и контроля за оборотом денег теми, кто управлял всем этим безумием алчности, стяжательства и губительной для планеты и человечества многотысячелетней закабаленности людей, этой кучкой хитроумных спекулянтов и ростовщиков. У них уже не осталось совершенно никаких средств, не то, что вернуть ситуацию к устойчивому состоянию, какой она была до кризиса, но даже сколько-нибудь долго ее удерживать в том виде, в каком она есть сейчас. Когда биткоин исполнит свою роль, он уйдет так же незаметно, как пришел, но никак не раньше. Хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Я не являюсь религиозным фанатом биткоина, как меня тут назвали в одной из комнат в клабхаусе, когда я завел речь о биткоине. Люди почему-то считают, что криптоэнтузиасты это такие, знаете, увлеченные сектанты, полуумные, которые верят в счастливое будущее с биткоином. Нет никакого счастливого будущего с биткоином, его не существует. Биткоин это не про счастье и справедливость. Биткоин это, как выразился Чарли Мангер, правая рука Уоррена Баффета, помните, это красиный яд. Биткоин это смертельное оружие рабскую систему эксплуатации дефицита и нищеты. Нет такой силы на планете, которая могла бы справиться с горсткой паразитов, захвативших власть на планете. А биткоин это сделает легко, непринужденно и бесшумно. И, возможно, когда закончится вся эта комедия, инопланетяне прилетят на Землю и признают нас разумными существами в конце концов. На сегодня это все. И еще просьба, перешлите это видео своим знакомым, я думаю, им будет интересно узнать о деньгах то, что они с очень большой вероятностью не знали. Но это для них будет что-то новое. Экономических каналов в принципе много, но об этой главной функции денег мало кто рассказывает. Во всяком случае я видел очень мало подобной информации. А благодарю вас за просмотр этого видео, желаю вам спокойствия и желаю вам еще научиться смотреть на этот мир более осознанно, включая критический разум. Вам всего доброго, пока. пока.